Меланома кожи относится к злокачественным неэпитолиальным новообразованиям с высоким потенциалом именно лимфогенного медстазирования. И поэтому очень важно, даже когда клиническая ситуация нам говорит о том, что регионарные лимфатические узлы не увеличены, все равно на микроуровне болезнь в лимфоузлах может присутствовать. Чем позднее выявлена меланома кожи, тем выше вероятность поражения лимфатических узлов как макрометастазами, так и микрометастазами. Вот как раз для этого и нужна биопсия сторожевых лимфоузлов, чтобы первое, правильно установить стадию. И в некоторых ситуациях пациент при выполнении биопсии сторожевых лимфоузлов может перейти из первой стадии в третью А, если микрометастаз в лимфатическом узле будет подтвержден. В данном случае уже показано более тщательное наблюдение за таким пациентом, и самое главное, что таким пациентом мы назначаем адювантную терапию, адювантную иммунотерапию или адювантную таргетную терапию, если в опухоле есть мутация в генебрав. При отсутствии микрометастазов в сторожевом лимфоузле или его наличии не стоит расширять объем операции до регионарной лимфодисекции, паховой, шейной или акселярной, ввиду того, что рандомизированные исследования показали одинаковую выживаемость при сравнении биопсии сторожевых лимфоузлов с выявлением микрометастазов против расширения объема до акселярной лимфодисекции. А выживаемость отдаленная одинаковая, а вот качество жизни у этих пациентов разное, потому что любая регионарная лимфодисекция повышает в разы риск таких неприятных осложнений, как лимфатический отек конечности, верхний или нижний, хроническая боль в зоне операции, и различные нарушения нервной проводимости. На наш взгляд, биопсия сторожевых лимфатических узлов методом флюоресцентной лимфографии с применением индоцианина зеленого является достаточно простой и безопасной лечебно-диагностической манипуляцией, поскольку не требуется применение радиозатопов, не требуется содержание специализированной радиологической лаборатории. Эта методика достаточно простая, безвредная, поскольку индоцианин зеленый – это флюоресцентный краситель, который является инертным, нетоксичным веществом и не относится к разряду радиозатопов. Применяется специальная аппаратура с оптикой для визуализации сторожевых лимфатических узлов при так называемых опухолях наружных локализаций, коим относится меланома кожи. Залог ранней диагностики меланомы кожи – это онкологическая настороженность, повышенная онкологическая настороженность дерматовенерологов, дерматологов-косметологов, как в государственной структуре, так и в частных клиниках для того, чтобы они при осмотре пациента обращали внимание на весь кожный покров, на все пигментные образования, делали дерматоскопию, чаще-чаще выявляли либо нулевую, либо первую стадию меланомы кожи, направляя таких пациентов к онкологу в Центр амбулаторной онкологической помощи. Далее онколог оказывает второе мнение пациенту, подтверждает, что это меланома, при необходимости проводит первичную биопсию, комплексное обследование, и на онкологическом консилию принимается талия на тактику лечения. На первом этапе мы проводим диагностику пигментового образования кожи спины. Образование диаметром 7 на 8 миллиметров, макроскопически при осмотре имеет овальную форму, неровные края, как минимум 2-3 цвета, соответственно, и мы проводим уточняющую диагностику с помощью дерматоскопии. Прикладываем дерматоскоп и видим характерную картину, атипичную пигментную сеть, бело-голубой оваль в центре, асимметрию, неровность краев, по типу рассыпанного перца такие вот мелкие пигментные включения. Диагноз не вызывает сомнений. Самое приятное для пациента и для онколога, что это ранняя форма меланомы, она может клинически соответствовать первой стадии. Также пациент был комплексно обследован. Данных за регионарные метастазы отдаленные получено не было. На онкологическом консилиуме Боткинской больницы было принято решение на первом этапе лечения провести иссечение меланомы кожи спины с выполнением биопсии сторожевых лимфатических узлов. Регионарная зона является для меланомы кожи спины справа, это правая акселярная область, методом флюоресцентной лимфографии с помощью индоцианина зеленого. В нашей клинике есть специальная стойка с экзоскопом, с помощью которой мы проводим данную лечебно-диагностическую манипуляцию. На втором этапе пациент доставляется в операционный блок. Под общим наркозом мы выполняем обкалывание меланомы с четырех точек, индоцианином зеленым, вводим его паратоморально, то есть вокруг опухоли, четыре точки, соответственно, вводим внутрикожно и с введением под кожную клетчатку. Дальше мы делаем разрез в правой акселярной области, примерно где-то два сантиметра, в середине акселярной области, выделяем подкожную клетчатку, разделяем фасцию, гемостаз. Третьим этапом мы настраиваем аппаратуру, экзоскоп, наводим резкость, переключаем в режим специального зеленого свечения и начинаем отслеживать путь или трассу индоцианина зеленого от первичной меланомы по лимфатическим сосудам кожи к правой акселярной области. Далее, когда мы видим, что дорожка достигает правоакселярной области, мы снова заходим в операционную рану и начинаем смотреть, где светится, визуализируется первый лимфатический узел. Мы его берем на инструмент, подтягиваем, проверяем через экран, что это именно он, дальше производится его высечение, иссечение с окружающей клетчаткой. После удаления мы делаем пальпацию руками, обнаруживаем этот вот маленький лимфатический узел и отправляем на срочное гистологическое исследование. Далее, следующим этапом мы проводим иссечение первичной меланомы кожи спины. В данном случае мы делаем отступ от всех краев по 1 см, поскольку по клиническим данным, по дермоскопическим, диагностике меланома ранее и не превышает 1 мм. Соответственно, 1 см вполне достаточен. Производим разметку, производим эллипсообразный разрез кожи, удаляем кожно-жировой лоскут с опухолью в центре. Фасцию мы стараемся сохранять, специально удалять фасцию не нужно. Далее мы отправляем материал на плановое гистологическое исследование и послойно ушиваем рану с установки в рану силиконового упускника. В процессе удаления меланомы, ближе к завершению данного этапа операции, приходит ответ со срочной биопсией. Но в данном случае в двух сторожевых лимфатических узлах метастазов меланомы не обнаружено. Поэтому на этом операция на лимфатических путях считается достаточной. В случае, если бы был обнаружен микрометастаз, расширяться, согласно исследованиям, рандомизированным, не стоит. Операция носит вполне оптимальный радикальный характер, ограничиваясь только биопсией сторожевых лимфатических узлов. При этом качество жизни пациентов сохраняется, экологически выживающие пациенты одинаково, если сравнивать с расширением объема до региональной лимфодисекции. И, соответственно, биопсия сторожевых лимфатических узлов, как абсолютно адекватная онкологическая манипуляция, соответственно, она также приводит к лучшему качеству жизни, поскольку не развивается, или крайне редко развивается, лимфатический отек, боли в области удаления сторожевых лимфатических узлов. Продолжение следует...